Ну а дальше давайте вернемся к главной теме сегодняшнего дня, к Минским договоренностям. Для того, чтобы их реализовать, и законы, и Конституцию в Украине нужно менять. Как это будет и будет ли, спросим прямо сейчас у главы парламента Владимир Гройсман с нами на связи. Вечер добрый. Скажите, вот в Минске договорились и о конституционной реформе, и вот прямая цитата, об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На практике, что это означает? Идет ли речь о какой-то автономии? Я не вижу другого варианта, как констатовать еще раз, что и Донецка, и Луганская область – это Украина. И больше того, Украина является суверенной государством, которая не поделена. И даже разговоры о том, чтобы втрачать территориальную ценность, не могут быть. В ни одного раза не идет разговора о федерализации Украины, або любую другую автономию. Конечно, в Украине нужна децентрализация влады. Конечно, нужно провести за украинским законодательством выборы до местных органов влады, чтобы вернуть доверие до местной влады. Но не могут быть выбраны те, кто убивал людей, кто их катал, кто выкрадал. Это люди должны нести криминальную ответственность. Ну, ждите, если в этих районах пройдусь выборы, то вы уверены, что на тех же выборах не победят те же Захарченко и Плотницкий? Я наголошу на том, что не могут быть выбраны убийцы, ватажки бандформований и все другие. Это злочинцы, которые должны быть покараны, и тут нет никаких застережений. Конечно, выбор будет лежать, или ответственность за выбор будет лежать за жителей этих территорий, чтобы выбрать этих людей до местных органов влады. Это первый этап. Все другое, то есть уже политический диалог, которым нужно будет пользоваться. Чекайте, но мінские договоренности предбачивают и амнестію помилования. Чи не станет так, что бойцы просто этим используются и пойдут дальше в велику политику, на выборы, даже до Верховной Рады, если на Луганщине и Донечине будут до выборов? В законе, который был принятым минулым скликанием парламенту, так и записано, что не могут быть помилованы те, кто убил, выкрадал, катал и так далее. То есть те, кто скоювали тяжкие злочины. Поэтому амнестия туда и будет, не может про это. И не нужно, чтобы кто-то подменивал эти понятия, как можно амнестировать человека, которая убила или калечила людей. Это не предпустимо. Когда выборы начнутся, может ли влада гарантировать, что они будут честными, прозорными, что не будет фальсификации? В выборы должны быть прозорными, честными и признанными как в среде страны, так и в мире. Смотрители, публичность и открытость. Другого процесса просто не может быть. Дотримание законодательства украинского. Другого варианта нет. Это не может быть фальсом 2-го листопада. Когда кто пришел, куда пришел, сколько пришло людей, за что голосовали, никто ничего не понимал, но сказали, что больший процент людей проголосовали за что-то. И это абсолютно без любых спостерегачей, а наоборот, под улами автоматов. Это не вызывает доверия, наоборот. Это вызывает отторгнение, в том числе, от жителей, населениях пунктов Донбасса. А как это практично реализовать? Вы должны принять какой-то новый закон у Верховной Рады? Специальный закон про выборы на Луганщине и Донечке? Закон Украины про выборы, он есть. И тут не нужно, напевно, нового закона, ни одного. Нужно его только выполнять. Все. Все должны понимать, что территории, тем временем, оккупированные, это Украина. И другого просто не может быть. Нема никаких дискуссий на этом. Поэтому восстановление должно быть полностью восстановлено всей системы влади, как местного самовыдивания, так и государственной влади. Но других вариантов просто нет. Поэтому здесь нужно, шляхом политического диалога, с теми, кто уже будет выбран на свободных, местных выборах, визначать, что до подальших действий. Но мы реформу должны провести до желтня месяца. Змены в Конституции, в том числе. Это означает, что в желтне новые, черговые выборы мают отбудутся на новой основе, на основе повноценного, повсюдного местного самовыдивания. А именно, повноваженности влади, которую выбирают люди, а не призначают из Киева. Доброе, спасибо за разговор. Глава парламента Владимир Гройсман. Про те изменения, которые стоит предпринять и нужно будет предпринять в связи с минскими договоренностями.